Праздничная встреча детей с ограниченными возможностями с главой региона Анатолием Лисом проходила в довольно теплой, дружественной обстановке. Председатель Брестского обл. исполкома приехал в гости к ребятам, чтобы поздравить с Новым годом и Рождеством, а также порадовать подарками. Не остались в стороне воспитанники Центра дополнительного образования детей и молодежи. Для гостей ребята подготовили праздничную программу – спектакль под названием «Новогодние приключения бременских музыкантов» по мотивам полюбившейся сказки. Юные таланты продемонстрировали актерские данные, вокальное и танцевальное мастерство. Своим выступлением они помогли создать праздничное настроение у всех присутствующих. Традиционно в канун Нового года Брестским областным исполнительным комитетом для деток, которые на сегодняшний день находятся в сложной жизненной ситуации, готовится ряд мероприятий и готовится ряд подарков. Это и сладкие подарки, это и подарки, которые необходимы для работы в тех центрах, которые осуществляют сопровождение этих деток. В том числе этому центру в этом году будет подарен музыкально-профессиональное оборудование для того, чтобы центр мог вместе с теми, кто сегодня работает в данном направлении, осуществлять качественную профессиональную работу по подготовке такого рода мероприятий. В канун новогоднего праздника особенные ребята, несомненно, ощутили внимание. Глава региона Анатолий Лис поздравил юных берестейцев с праздниками, пожелал им интересных каникул. Кульминацией встречи стало вручение председателям Брестского облсполкома, Центру дополнительного образования детей и молодежи, сертификата на получение музыкального оборудования. Такой ценный подарок придется как нельзя кстати для занятий ребят творчеством. Этот центр, значит, он приносит людям радость. Сегодня, значит, здесь занимаются по разным направлениям. Те дети, родители, которые, значит, попали в трудное положение, они также должны думать о хорошем, стремиться, работать, не отчаиваться, не думать, что они сегодня брошены один на один с собой. Значит, государство наше и мы в области уделяем большое внимание всем детям. Те, которые попали, в том числе и в какие-то сложные позиции. И, естественно, в дальнейшем мы это будем делать. В городе над Бугом сегодня проживает порядка двух тысяч детей с особенностями развития. Огромную поддержку этим ребятам оказывает государство. Заботу о них осуществляет Брестский областной исполнительный комитет. В преддверии праздников представители местной вертикали власти осуществили визиты в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, чтобы порадовать ребят и простимулировать к новым свершениям и открытиям. Несмотря на довольно непростую экономическую ситуацию, работа по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями будет осуществляться согласно государственной программе. В стране у нас существуют программы, они существуют и в Брестской области. И те учреждения, вот коррекционные центры, другие учреждения, которые созданы, я говорил вчера о том, что мы будем достраивать вот тот же тонус, который у нас есть для детей с ограниченными возможностями. Эти программы, они будут действовать, и в рамках этих программ будем работать. То есть они ни в коем мере не сокращаются. Наоборот, в этом году, несмотря на то, что сложно с исполнением бюджета, мы понимаем, но мы предусмотрели на 11%, даже больше, на 13% на образование больше средств по отношению к прошлому году. София Бережна, Евгений Проснель, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.